Добрый вечер, друзья. Письмецо. Михаил, возможно, вам уже оскомину набили подобные вопросы, так что, сори, если что. Да не вопрос. Хотим с женой мелкий бизнес организовать в Нью-Йорке. Ну и таить не буду. С целью перебраться и получить грин-карту. Конечно же, параллельно мы в лотерею играем. То есть, понятное дело. Ранее бывал два раза в США по учебе на один-два месяца. Мы не богатые люди. И поэтому речь, увы, не идет об организации корпорации какой-то, а скорее об организации небольшого магазина. На форуме много людей, которые обсуждают большие проекты с большими нулями. Но у нас иная ситуация. Мы работаем в зообизнесе, корма для животных и так далее. Речь идет об организации небольшого зоомагазина. Возможно, даже в арендованном помещении, если это возможно. Ну, не обязательно свое-то покупать, конечно. Основной вопрос. Есть ли какие-то минимальные требования по сумме стартапа? Например, если я имею в кармане 50 тысяч долларов. Праве ли я рассчитывать на одобрение соответствующей визы? Кажется, Эль, по вашему богатому опыту, насколько реально, не имея большого капитала, организовать именно небольшой бизнес двум энергичным людям, не обремененным детьми? Ну и второе. Можно ли, имея соответствующую визу, Эль, рассчитывать на получение грин-карты в перспективе? Будем очень благодарны, если подскажете, к каким источникам обратиться в поиске инфы по дальнему вопросу. Ссылки. Спасибо большое. С уважением, Федор. Так, знаете, дядя Федор, знаете, как в мультике. Ну, Федор, значит, вопрос задал, а я постараюсь ответить. Итак, друзья, значит, Федор и его вопрос. Надо сказать, что действительно есть такая виза Эль, которая во многом совершенно удивительная. Мы даже хотели со Светланой Икаф отдельное видео сделать вот про визу Эль. Хотя там про нее много там сказано, рассказано, там еще что-то. Но существенно вот что. Вы можете делать бизнес в США, да, и получить под это визу Эль. Даже если это, например, не такой бизнес, как вы делаете сейчас там у себя дома. Например, у вас дома может быть магазин, там, стройматериалов, а вы хотите открыть в Москве, там, в Америке магазин, там, зоомагазин. Пожалуйста. Это не обязательно должно быть отделение вашего бизнеса в России или там на Украине, значит, в Америке. Это может быть абсолютно отдельное какое-то предприятие, хозяйство там и так далее. Действительно нет каких-то принципиальных требований по максимальному или минимальному вложению денег туда. Вот сколько нужно иметь денег, чтобы? Вот не прописано. Но есть практика. Да, вот мы с вами знаем, что, например, на визу J1 практиканскую не прописано, что есть предельный возраст. А тем не менее мы знаем, что практика такова, что больше 35 вроде как и не дают никому на практике. Поэтому я, как человек, который именно в этой области обладает очень маленьким опытом, именно в этой, то есть по бизнесу или один, это совершенно не моя стезя. Но что я хочу сказать, что все-таки есть адвокаты. И адвокаты знают, юристы, да, по этой части, они знают практику. Не только вот, что в законе написано, но как к этому относятся административные органы, которые выдают визы. Как к этому относятся суды, там, если случись чего. И пошло, и поехало. Поэтому я бы сказал, что, конечно, без юриста в эту тему не зайти. Конечно, есть люди, которые прошли чего-то своим путем. И они что-то рассказывают. Они беседовали с юристами, и они что-то, они, может быть, очень адекватные, что-то такое рассказывают. Может быть, они даже очень глубоко изучали. Но я бы как бы все-таки развлечение такое сделал между, различием, между профессионально занимающим этим делом человека. Не то, что у него лайсенс есть, понимаете, а то, что он действительно много этим занимается профессионально и опыт имеет. И тем, что человек вот там где-то в приглядку как-то тоже вот он приобщился. И, может быть, он даже на 90% вопросов, которые у вас могут возникнуть, так вот, со стороны у новичка, он может на них очень прилично ответить даже. Ну, на 90%. Но есть еще 10, понимаете. Поэтому дальше что сказать. У нас будет сегодня четверг вечер, а вот в воскресенье утром у нас в офисе в Портнов Компьютер Скул к нам приедет Светлана Каф, иммиграционный адвокат. Вы можете посмотреть у нас на канале ее много. Видео, сюжетов с ней. И вы можете задать ей вопросы живьем, в скайпе, не в скайпе, извиняюсь, не в скайпе, в ютуб трансляции будет прямая лайв, у нас будет в перископе трансляция. Вы можете там или там задать. Я советую задавать в ютубе, потому что в ютубе вопросы не исчезают, а так они там сидят, их можно увидеть. А в перископе они так спорхнули и исчезли. То есть там может получиться, что не дочитали. Я, конечно, вот тот ваш вопрос тоже включу в общий список вопросов, заданных на сайте, в комментариях. Но смысл в чем? Есть миллион нюансов. И дело даже не в том, что выпишут ли вам визу L1, L2 для супруги. Выпишут ли вам эту визу. А дело в том, какие есть условия для того, чтобы, получив эту визу и въехав с ней в страну, там с 50 тысячами долларов, что они хотят увидеть потом, через несколько лет, чтобы вы начали уже проходить свой процесс получения грин-карты и успешно его пройти. Потому что получить визу L намного-намного легче, чем потом, значит, чтобы ее продлили. Там еще продлевать надо, там ее дают на некоторое время с продлением. Вот. И я из тех сюжетов, которые я видел, у нас Инна Ефимчик рассказывала про визу L, у нас на канале есть. Но она так не глубоко, так поверхностно рассказывала. Вот. И... Да. Дальше что? Вот самое главное в этом во всем это практика, значит, прохождение вот этого процесса получения грин-карты и те практические требования, которые у них есть к вам. Может быть, если вы эти требования узнаете, может быть, вы скажете, я не смогу никогда так раскрутиться. Понимаете, вот, как сказать, у меня нет никакого знания, ни точного, ни даже приблизительного. Зачем, скажем, американское правительство разрешает бизнесам с небольшими денежками чего тут такое делать и еще потом еще грин-карту за это давать. То есть, какая задача? Если вы, например, как инвестор приехали и дали денег, там, не знаю, в какой-то проект, там, миллион, я понимаю, они эти деньги используют для создания рабочих мест в стране. То есть, вы своими деньгами что-то такое привнесли и вообще деньги начинают работать на страну, это я понимаю. Вы не принесли никаких денег, там, 50 тысяч, они были ваши и есть ваши, вы их никуда не отдали. Тем более, что сумма смехотворная по сравнению с миллионом. Значит, вы какой-то бизнес открыли, может быть, вам нужны люди, может, вы их должны нанимать, а сколько нужно людей нанимать, чтобы считалось, например, что вы там нормально это все делаете. Так что, ну вот, понимаете, начинаются вот эти тонкости. Так что, я где-то вот встречался с ситуацией, когда речь шла о 10 сотрудниках. Ну, я не знаю, но это может быть, это в частности шло, когда вы инвестируете в бизнес, чтобы там этот бизнес создавал там или поддерживал 10 рабочих мест. Ну, короче, что я вам скажу тут о тонкостях, надо к специалисту. Кто хорошо знает, есть у Андрея иммигрант видео, да, на канале. Я знаю, что как бы он в этом направлении специализируется, да, ну, можете там посмотреть. То есть, я видел у него довольно-таки дотошные, тщательные видео на эту тему, и я думаю, что до того, как вы, например, начнете с адвокатом профессиональным работать, может быть, вам есть смысл вот, значит, посмотреть, послушать, может быть, с ним поговорить, он, по-моему, даже консультирует, я не скажу точно, по-моему, где-то я слышал, кто-то говорил из ребят. Попробуйте так, вот, но, конечно, в данный момент, вот, в данный момент у вас есть важный вопрос, да, вот 50 тысяч, вот что я могу на 50 тысяч? Я даже представить себе не могу, чтобы можно было с 50 тысячами открыть магазин в Нью-Йорке, например, да, или где бы то ни было, но а что такое 50 тысяч? Значит, вам же жить надо, вам надо себя поддерживать, значит, вам надо снять помещение, помещение надо оборудовать, помещение надо товар закупить, надо дать рекламу, чтобы к вам люди заходили, потому что, если люди не зайдут, то хоть ты что там делай, у тебя ничего не продастся. Я не знаю, понимаете, поэтому 50 тысяч такая маленькая сумма, честно сказать, вот в моем понимании, но я тоже, я никогда не делал зоомагазин, вообще никакой магазин не делал. Слава Богу, я с ужасом думаю, что мне пришлось бы делать магазин. Я не думаю, что с 50 тысячи можно даже близко подойти, но опять я не знаю. Если бы сказать, сколько нужно денег, чтобы школу начать, вот это другой вопрос. Вот я начал с 200 долларов, у меня было 200 долларов. Я на эти 200 долларов дал объявление в газете, и вот так и пошло. Потом потихонечку, да, там люди принесли деньги, мы купили на них компьютеры. Ну там прибыли не было никакой, но во всяком случае, вот они ушли, а компьютеры остались. Потом вторая группа пошла, уже что-то там, еще прикупили. И вот так происходило, с 200 долларов началось. Ну конечно, это не зоомагазин там и так далее, и вряд ли сейчас бы уже так удалось тоже. Вот, поэтому мой совет такой, вот значит, я вам дал Андрея, я вам дал возможность там Светлану Кавпу, в смысле я сказал, что есть такая возможность с ней перекинуться. Может быть она вас как-то направит, вот, вот собственно и все. Но хорошо, что у вас есть 50 тысяч, хорошо, что вы интересуетесь вот этим делом. И я надеюсь, что все получится, то есть когда есть двое молодых, энергичных, так сказать, с горящими глазками, что же. Кроме того, там ведь хохмочка еще в том, что когда человек по визе Эль, то второй, то есть супруг его, он имеет право просто работать за деньги. Поэтому, что может получиться, может получиться, что один из вас будет магазином заниматься, а второй просто будет зарабатывать на жизнь. Вот так, так тоже можно. Это гораздо легче, чем если бы вы вдвоем должны были жить на те деньги, что зарабатывает ваш магазин, а на самом деле теряет первое время, да, значит, и неизвестно будет ли зарабатывать. То есть, как бы ваша жизнь, это будет накладной расход на ваш бизнес. А если у вас один может работать, а он может работать по визе Эль, совсем другое дело. То есть, я считаю, что как бы это очень-очень-очень облегчает вашу задачу, когда сумма денег незначительная. Все, ребята, счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!